Возможно, список памятных знаков Амурского района пополнит еще один. Председатель Совета почетных граждан города Амурска Виктор Комаров предложил на обсуждение идею создания нового памятного знака в Амурском муниципальном районе. По задумке Виктора Петровича, в нашем районе нужно возвести крест первопроходцам. Мы должны и обязаны возникнуть такой скромный элемент памяти на нашей земле. Безусловно, я совершенно поддерживаю Виктора Анатольевича, что мы должны выслушать всех, какие будут мнения, внести какие-то изменения, дополнения. Совершенно правильно, что мы должны оценить в этих делах и дела нанайского народа, и в целом Джорджини. Об этом мало кто знает, или почти никто не знает. Но мы все это будем изучать, и мы должны, этот монумент должен быть знаком прошедшим поколениям. Первые общественные слушания по этому вопросу прошли 29 июня в Центральной районной библиотеке. На них присутствовали почетные граждане, представители образования, науки и искусства города Амурска. Пока есть только задумка. Идею возведения памятника поддержали все. Конечно, у присутствующих на обсуждении были свои мысли по поводу того, как будет выглядеть этот памятный знак. Мы с уважением относимся к историческим событиям, трудовым и радным подвигам дальневосточников, в частности, амурчанам. Чтим данью нашей памяти, не преуменьшаем ничьих заслуг. Хочется, чтобы вы нас услышали, правильно поняли и поддержали. В чем наше обращение? В частности, тоже Иван Виктор Петрович. В связи с предстоящими куличными искушениями по вопросу возведения памятного поклонного креста в городе Амурске, администрация поселения и жители поселения обращаются к вам с просьбой учесть при определении местоположения памятного поклонного креста, что до строительства города на территории располагалось Нанайское столбище по долине, которое было перенесено на берег озера Оми, ныне находящееся село Оми. Но на территории Сопки, вдоль улицы Амурской, было кладбище наших предков. Так как для захоронения выбирались места возвышенные, незатопляемые, чем вызвано наше обращение? Предвидя, что это место может стать желанием возведения нового памятного сооружения, мы высказываем свою просьбу не рассматривать его как альтернативу для расположения поклонного креста. Я бы хотела сказать, что, в общем-то, идея очень хорошая, поскольку не так давно и со своими учащимися правами участвовала в поиске, и вот тема была именно путешествия по городу, по памятным местам города. И так получилось, что, наверное, как раз-таки памятных мест в нашем городе, как оказалось, именно исторических не очень много. И идея именно Абилиска, то есть я не говорю о том, что вот, то, как он будет выглядеть, я говорю именно о самой идее. Идея очень хорошая, потому что подрастающее поколение, оно должно знать ту историю, то есть не только историю города Амурска, что в 1958-м это все началось, а то, что началось-то значительно раньше, и благодаря тому, что произошло значительно раньше, сейчас здесь у нас стоит город Амурск. Вот, поэтому я бы еще раз хотела сказать, что идея блага. Единственное, что я считаю, что да, надо прислушаться к мнению представителей, которые говорят о том, что, ну, необходимо учитывать то, что было раньше, да, и крест не совсем уместен будет в том месте, если там сильно находилось, и до сих пор, да, по сей время остаются эти захоронения. Русскому подвигу надо ставить обелиск на Амуре, вот, и не надо вот этих имен называть, вот там, это какая-то группа первопроходцев, а ведь сколько было безвестных, сколько было людей, людей, которые, о которых и не знали, они пошли, погибли за ними, пошли другими. Это надо просто говорить о русских людях, которые открыли Амур, колонизовали, причем колонизовали не так безобразно, как это делали в Латинской Америке, как истадоры. Это совсем другая была колонизация. На слушаниях также присутствовал Виктор Соколов, председатель собрания депутатов Амурского муниципального района. Продумать вот эту вот композицию, да, запечатлеть, и она бы, наверное, в себе бы больше, наверное, и с мусловую нагрузку несла. Правильно, какую-то смысловую нагрузку. Или рядом с этим крестом какую-то поставить балерьев, что и нанайский народ, и русский народ вместе находятся и, может быть, решают, наверное, совместные задачи. А мы, как представители, наверное, ну так вот, и литературного клуба общественности, наверное, должны думать не о будущем, о настоящем, о прошлом, настоящем и будущем. Решение по тому, как будет выглядеть этот памятник, пока не принято. Было решено создать совет, который будет в дальнейшем заниматься этим вопросом.